остаются тщетными. Действия – вот что мы воспринимаем, и полная история этих действий охватила бы без сомнения сущность данной вещи. Тщетно пытаемся мы описать характер человека, но сопоставьте его поступки, его дела, и перед вами встанет картина его характера. Цвета – деяние света, деяние и страдательное состояние. В этом смысле мы можем ожидать от них разъяснения природы света. Цвета и свет стоят, правда, в самом точном отношении друг к другу, однако мы должны представлять их себе как свойственные всей природе. Через них природа целиком раскрывается чувств зрения, глазу. Точно так же раскрывается вся природа другому чувству. Закройте глаза, раскройте и защрите уши, и от нежнейшего дуновения до оглушительного шума, от простейшего звука до величайшей гармонии, от самого страстного крика до самых кротких слов разума, вы услышите природу, и только природу, которая говорит, которая раскрывает свое бытие, свою силу, свою жизнь и свои взаимоотношения, так что слепой, для которого закрыт бесконечно видимый мир, может слышимым охватить бесконечно живой мир. Так говорит природа и остальным чувствам, незнакомым, и неосознанным, и незнакомым ощущениям. Так говорит она сама с собою и с нами посредством тысячи явлений. Для внимательного наблюдателя она нигде ни мертва, ни нема, и даже костному земному телу она дала наперстника, металл, в мельчайших частях которого мы могли бы увидеть то, что совершается во всей массе. Каким многоречивым, запутанным и непонятным не кажется нам нередко этот язык, элементы его остаются одни и те же. Тихо склоняя то одну, то другую чашу лесов, колеблется природа туда и сюда, и таким путем возникают две стороны, возникает верх и низ, прежде и после, и этой двойственностью обусловливаются все явления, встречающиеся нам в пространстве и времени. Эти общие движения и определения мы воспринимаем самым различным образом. То, как простое отталкивание и притяжение, то, как проглядывающий и вновь исчезающий свет, как движение воздуха, как сотрясение тела, как окисление и раскисление, но всегда они соединяют или разделяют, приводят вещи в движение и служат жизни в том или ином ее проявлении. Полагая, что эти два направления не равны друг другу по своему действию, пытались выразить как-нибудь это соотношение. Повсюду подмечали и называли плюс и минус, действие и противодействие, активность и пассивность, наступающие и сдерживающие, страстные и умеряющие, мужское и женское. Так возникает язык, символика, которой можно пользоваться, применяя ее к сходным случаям в качестве подобия, близкого выражения, непосредственно подходящего слова. Применить эти всеобщие обозначения, этот язык природы также и к учению о цветах, обогатить и расширить этот язык, опираясь на многообразие изучаемых здесь явлений и тем облегчить друзьям природы обмен более высокими воззрениями, вот главная задача настоящего сочинения. Сама работа распадается на три части. Первая дает очерк учения о цветах. Несчетные случаи явлений подведены в этой части под известные основные феномены, расположенные в порядке, оправдать которые предстоит введению. Здесь же можно заметить, что, хотя мы везде держались опыта, везде клали его в основу. Тем не менее, мы не могли обойти молчанием то теоретическое воззрение, согласно которому возник этот подбор и порядок явлений. Да и вообще, чрезвычайно удивительным является выставляемое иногда требование, хотя оно не исполняется даже теми, кто его ставит. Излагать результаты опыта без всякой теоретической связи и предоставить читателю, ученику, самому составить убеждение себе по вкусу. Но ведь когда я только смотрю на вещь, это не подвигает меня вперед. Каждое смотрение переходит в рассматривание, каждое рассматривание – в размышление, каждое размышление – в связывание. И поэтому можно сказать, что уже при каждом внимательном взгляде, кинутом на мир, мы теоретизируем. Но делаем и применяем это сознательно, с самокритикой, со свободой и, пользуясь смелым выражением, с некоторой иронией. Такой прием необходим для того, чтобы абстракция, которой мы боимся, была безвредна, а опытный результат, которого мы ждем, достаточно живым и полезным. Во второй части мы занимаемся разоблачением ньютоновой теории, которая властно и влиятельно закрывала до сих пор путь к свободному воззрению на цветовые явления. Мы оспариваем гипотезу, которая, хотя и не считается уже пригодной, все-таки сохраняет среди людей традиционный авторитет. Чтобы учение о цветах не отставало, как до сих пор, от столь многих лучше обработанных частей естествознания, нужно выяснить истинное значение этой гипотезы, нужно устранить старое заблуждение. Так как эта вторая часть нашего труда покажется по содержанию сухой, по изложению, пожалуй, чересчур резкой и страстной, то, чтобы подготовить к этой более серьезной материи и хоть несколько оправдать это живое к ней отношение, позвольте привести здесь следующее сравнение. Ньютонову теорию цветов можно сравнить со старой крепостью, которая была вначале с юношеской поспешностью заложена основателем, впоследствии мало-помалу расширялась и обставлялась им сообразно потребностям времени и обстоятельств, и в такой же мере укреплялась ввиду враждебных столкновений. Так же продолжали дело и его преемники, и наследники. Были вынуждены увеличивать здания, тут пристраивать, там достраивать, еще где-нибудь возводить флигеля. Вынуждены, благодаря росту внутренних потребностей, напору внешних врагов и многим случайностям. Все эти чужеродные части и пристройки приходилось снова соединять удивительнейшими галереями, залами и ходами. Что повреждалось рукой врага или властью времени, тотчас же снова восстанавливалось. По мере надобности проводили более глубокие рвы, возвышали стены и не скупились на башни, вышки и бойницы. Благодаря этим тщательным усилиям возник и сохранился предрассудок о высокой ценности этой крепости, несмотря на то, что зодчество и фортификация за это время очень усовершенствовались, и в других случаях люди научились устраивать гораздо лучшее жилища и укрепление. Но старая крепость была в чести особенно потому, что ее никогда еще не удавалось взять, что немало штурмов было отбито ею, немало врагов посрамлено, и всегда она держалась девственницей. Это имя, эта слава не умирает и поныне. Никому не приходит в голову, что старая постройка стала необитаемой. Все снова говорят о ее замечательной прочности, ее превосходном устройстве. Паломники отправляются туда на поклонение. Бегло набросанные рисунки ее показывают во всех школах и внушают восприимчивому юношеству уважение к зданию, которое между тем стоит уже пустым, охраняемое немногими инвалидами, совершенно серьезно воображающими себя в полном вооружении. Таким образом, здесь нет речи о долговременной осаде или о распре с сомнительным исходом. На деле мы застаем это восьмое чудо мира уже как покинутый, грозящий обвалом памятник древности, и тотчас, без всяких околичностей, начинаем сносить его с конька и крыши, чтобы впустить, наконец, солнце в это старое гнездо крыс и сов и раскрыть глазам изумленного путешественника весь этот бессвязный архитектурный лабиринт, его возникновение ради временных нужд, все его случайные нагромождения, все намеренно вымудренное, кое-как заплатанное в нем. Но кинуть такой взгляд возможно лишь в том случае, если падает стена за стеной, свод за сводом, и мусор по мере возможности тотчас же убирается. Произвести эту работу и по возможности выровнять место, добытый же материал расположить так, чтобы можно было снова воспользоваться им при новой постройке, вот та нелегкая задача, которую мы вменили себе в обязанность в этой второй части. Но если нам удастся, с радостью применяя возможную силу и ловкость, срыть эту бастилию и приобрести свободное место, то в наше намерение вовсе не входит снова застраивать и обременять его сейчас же новым зданием. Нет, мы хотим воспользоваться им, чтобы представить глазам зрителя дивный ряд разнообразных фигур. Третья часть посвящена поэтому историческим исследованиям и подготовительным работам. Если мы сказали выше, что история человека рисует нам его облик, то можно утверждать также и то, что история науки и есть сама наука. Невозможно достигнуть чистого познания того, чем обладаешь, пока не знаком с тем, чем владели до нас другие. Кто не умеет ценить по достоинству преимуществ прошлого, тот не сможет правдиво и искренно радоваться преимуществам своего времени. Но написать историю цветов или хотя бы подготовить материал для нее было невозможно, пока сохраняло силу учения Ньютона. Ибо никогда никакое аристократическое самомнение не взирало на всех не принадлежащих к его гильдии с таким невыносимым высокомерием, с каким школа Ньютона отвергала все, что было создано до нее и рядом с ней. С досадой и негодованием видишь, как пристли в своей истории оптики, да и другие.